Векторное констанство. Чтобы задать векторное констанство, мы должны уметь склапивать элементы и по сложению это должно быть то, что называется агельная группа. То есть, должны быть выполнены такие естественные требования, как У versus В без луку В и У versus В отличие 5 для любых агементов. В У versus В это должен быть ватис У. Должен существовать такой агемент, что при прибавлении его не меняется. Для любого. Здесь было для любых В. Здесь было для любых В. Здесь для любого У. И кроме вот этих вот естественных... А не только группа. По сложению. Это значит ассоциативность и существование... Ну и естественно существование партного элемента я забыл. Потому что если вот так вот написать, то можно приближать все векторы, снятые цельными микроэффектантами. Правда, если человеку все равно наше слово умножать, если оно же на минусе один, то как раз. Но давайте я, чтобы быть совсем честным, не решу. Для любого у существуют такие, что у плюс В. Тогда вот это будет так или по кругу, а по сложению. И еще должно быть основное поле. Что такое основное поле? Числа, на которые можно умножать. Ну, например, вещественные числа. И рациональные числа. Комплексные числа. Конечная поле. Ну, еще бывает разные поля. И нужно, чтобы было жестко рефиксировано. Можно умножать на элементы. Кстати, случайно здесь могут оказаться не поле, а кольцо. Тогда говорят, что не обертельное пространство, а модуль. То есть, вот если в этой роли числа выступают множество, где нельзя делить. Ну, или бывает еще модуль над телом эронеонов, тогда тоже не говорят обертельное пространство. Хотя иногда и говорят. Главный принцип такой. Любой модуль, когда он может оказаться векторном пространстве, может не оказаться в зависимости от свойства. Можно там делить на него любой элемент или нельзя. Но точно, что любое векторное пространство является модульным. Так вот, что там у нас должно быть в смысле умножения на число? Да понятно, что 1 умножить на u, это будет быть лямда 2 числа. Ножить на u, это должно быть лямда 2 с метрами. И лямда умножить на u, это должно быть лямда 2 с метрами. В общем, я думаю, что это, в общем, все это понятно. Идея людей нести, что можно раскрывать скопки, как люди в школе, только вместо чисел будут векторы. Ничего страшного. Нажать вектор на вектор при этом нельзя. Ну, смотрите, потом-то у нас появится ситуация, когда можно, там есть только политискалярное произведение векторов. Но сейчас давайте пока об этом не будем думать. Вот это я объясню, что такое векторное астраз. Теперь, что такое там базис, что такое линейная зависимость и что такое линейная независимость? Это очень просто. Вот если мы идем к каким-то векторам у и в, можно казаться, что в вектор выражен через руку. И вообще, можно казаться, что какой-нибудь вектор получается, складывая такие векторы с каким-то прицентом. Вот тогда говорят, что вот этот вектор линейно выражен через вот эти вот V1, V2, 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 V2. И систему V2 называют линейно зависимой. То есть, строгое принятие такое. Если данные несколько корректоров, хотя бы один из которых можно выразить вот по такой формуле через остальные, то говорят, что система линейно зависима. где лямбда 1, лямбда 2 и так далее, лямбдакаты, все не равны нулю. Не обязательно. Не все равны нулю. Не случайно, вектор U может равняться нулю. Тогда прекрасно лямбду можно взять нулями и получится, что система линейно зависима. Понятно, да? Ну, на самом деле, я действительно вам нечестно дал определение. Вы правильно называли, что предлагались. Дело в том, что вот если я беру систему, состоящую только из одного лямбда, как считать, она линейно зависима или она линейно зависима? Она линейно зависима, потому что через нее с ненулевым коэффициентом выражается ноль. Понятно, что вот это ноль управление хорошее для всех, кроме такого. Если возьмете учебники, то там не будет такой формы. Лямбда один, плюс лямбда два, плюс фа, плюс фа, плюс фа, плюс лямбда, так сказать, имею ввиду, там, ка-д, у, где хотя бы один, хотя бы одно из чисел лямбда ка-д, не равно ноль. Вот это вот определение учебника. Систему называют линейно зависимой, если есть коэффициенты, не все равные ноль, такие, что получается ноль. И по этому определению, если вы возьмете нулевой вектор, то можно это представить, что число 1 умножить на нулевой вектор, это нулевой вектор. И значит, система линейно зависима. Хотя в ней казалось только один элемент, но она все равно сумела получить в целом линейную зависимость. Хорошо. Так что же такое базис? Что такое размерность? Размерность. Размерность. Это наибольшее количество линейно независимых элементов, которые можно в нашем пространстве работать. Размерность. Это количество элементов базиса. Это линейно независимая система, максимально возможная. То есть это линейно независимая система, к которой нельзя присоединить больше ни один другой вектор так, что она останется независимой. Иногда, говорят так, базис – это наоборот наименьшее по количеству систем векторов, через которые все выражается. Давайте поймем идею и, наверное, имеет смысл еще посмотреть на какие-то реальные примеры векторных пространств. Один из самых универсальных примеров векторных пространств дает множество функций, определенных на некотором множестве. Что такое? Вот берем какое-нибудь множество m и всевозможные функции, то есть всевозможные отображения из m в наше основное поле k. Каким образом складывать функции? Это очень просто. f плюс g в точке m, где m это любая точка без множества, это и есть f, а m плюс g. Как умножать функцию за число? λf в точке m, это надо взять число λ, умножить на f. Вот и все. Данное нам любое множество m, мы берем всевозможные функции со значениями в поле k и умеем их складывать по точке. Умеем их умножать на число. Прекрасно. Правда, если кто-то уже учил линейную одну, то он мне возгласит, а как же так? Нам же объясняли, что самое понятное, с чего начинался курс, это строчки и столбцы. Давайте объясним. Если посмотреть на, так называемые, строки, вектор строки. Что такое? x1 это любое число из а. x2, независимое от георгии, тоже любое число и так далее, xn это любое число из а. Каким образом складывать будут эти строки? Ну понятно как. Надо написать одну строчку на другой и в каждой кризисе сложиться. Как умножать это число? Ну надо каждое из этих чисел умножить на это число. Вопрос. Вот там у меня конструкция, согласованная с этим или нет? Как на языке вот этих вот функций сказать про вот эти вот строчки? Чтобы вот в рамках этой конструкции получились строчки. Что надо взять в качестве множества n? Взять n элементное множество. Ну просто числа 1, 2, 3 и так далее. Первые n натуральных чисел. Функции примет на них какие-то там значения. Это и будут те самые x1, x2 и так далее. Хорошо. Ну вектор столбцы не сильно отличается от строчек. Просто способом записи. В одном случае пишем горизонтально, в другом вертикально. Хорошо. Какое еще вертольное пространство можно придумать? Вот, например, многочлены можно складывать. Давайте возьмем в качестве основного поля вещественные числа. А в качестве пространства давайте возьмем все многочлены. Ну то есть многочлены бывают нулевой степень. То есть состоящие только из свободного члена. Бывают многочлены первой степени, второй, третьей и так далее. Все это вместе будет пространство многочленов. Их можно складывать. Многочлены можно умножать на число. Вопрос. Конечные базисы там будут? Базис состоит из 1, x, x2, x3 и так далее. Он конечный? Нет. Нет, он бесконечный. Вот это замечательный пример бесконечно мерные пространства. Хорошо. А если мы скажем, многочлены в степени меньше m, тогда какой там есть естественный базис? Пусть и в m переменной. Конечно. Конечно. Берем единицу, x, x2, x в степени n-z. Любой многочлен в степени меньше член можно однозначно по этому базису расписать. Хорошо. Можно ли взять какую-нибудь другую базис? Так, конечно. Например, мы можем здесь взять вместо x написать что-нибудь x плюс c. Единица, x плюс c, x плюс c в квадрате и так далее, x плюс c в степени n-z. Это будет соответствовать замене элементов. Когда вы пересчитаете, у вас здесь начинается с n-1 степени, дальше с n-2, здесь квадрата, здесь 1 степени. И, разумеется, это тоже на базис. Так, давайте еще какой-нибудь пример вековного пространства. Например, вещественные числа над рациональными. Ну, это совсем ужасное. Это совсем ужасное пространство. В нем континуум элементов, и там не будет даже щелкного базиса, как в множестве многочленков. Там, то есть базис-то будет, так и с вами базис гайна. Это мы еще потом должны будем обсудить. Но давайте, нет, все-таки, давайте так постараемся ограничиться такими, ну, в крайнем случае с черно-мертным пространством, но лучше даже лично-мертным. Можно к рациональным числам добавить парень из двух. А вот за это спасибо. Очень хорошая идея. Очень хорошая идея. Действительно, мы же можем сделать так. Взять множество чисел вида А, В, как и из двух. Где А и В, это и В рациональные числа. Вот это множество, двумерное векторное пространство над рациональными числами. Из чего состоит его базис? Ну, самое простое. Единица и корень из двух. Вот вам замечательное двумерное векторное пространство. Хорошо. Давайте я еще напредел пример такого пространства. Все черные фунтицы. Я, например, на этой фунтике взял черные фунтики. Если оба сопрения должна быть семейнична, то есть начало координат, и при этом f от x должно равняться f от минус x. Как вы считаете, когда вы складываете две черные фунтики, получается четкая? Да. Получается. Когда за число умножаете в черную функцию, она остается четкой. Остается. Значит, это векторное пространство. Хорошо. И давайте другое. Нечеркное. Так вот это не черное. А не черное, это вот что такое. Это такие функции, которые меняют знак, если переменные меняли знак. То есть, g от x. Это минус g от x. Это векторное пространство или нет? Пространство нечетной функции. При умножении на констант нечетная функция остается нечетной. При сложении двух нечетной функции будет все равно нечетная функция. Прекрасно. А теперь такая задачка, которая очень хорошо объясняет, но важно это векторное пространство понятие прямой суммы. Задача такая. Давайте докажем, что любая функция представима причем единственным образом где f четная, а g нечетная. Представим функцию h в виде такой суммы. Надо на функцию h накладывать ограничения по области определения? Ну, конечно. Область ограничения симметрична относится на начало координата. Ну, тогда будем находить просто по симметричным парам из-за решения линейных уравнений. Ну, давайте дальше помню. Что надо писать? Надо взять другую точку, написать, что h от x это должно быть f от x и g от x. И дальше надо написать то же самое для минуса. Это f от минус x, минус g от минус x. Потому что, когда мы подставили минус x, то ничего не произошло. У нас... Нет, в смысле там, я в прогрессии, поэтому ничего не случилось. У нас должно быть вот так, конечно, да. У нас должно быть вот так, вместо x подставили минус x. А вот дальше эту станцию совместить две операции. Представляете, получается плохо. Это есть f от x, потому что это один черный. Минус g от x, потому что g не черный. И вот сейчас мы должны быстрее из этой системы понять, чему равняются f и g. Это легко. Это надо заложить в эти два равенства. То есть, если у нас получается h от x плюс h от минус x. Вот такая вот сумма. Делённая помолом. Это f. А если мы, наоборот, это вычтем, то на следующей части нет. Останется там два g. Значит, h от x минус h от минус x пополам. Это у нас будет g. Вот f и g однозначно вычисляются. Ну, если внимательно посмотреть, вот эта функция, конечно же, четная. Потому что при заменении цель не все изменяется, не станет. А вот эта функция не четная. Потому что флагами меняются, но а минус b отличается знаком от b минус а. И вот вам, пожалуйста, если вы к этому прибавите это, то вы как раз получите h от x и получаете замечательные вещи. Любая функция, у которой область определения симметрична относительно начала красна, единственным образом разлагается в сумму четные и нечетные. Говорят, пространство разложено в прямую сумму двух пространств. Вот есть четные функции. Их можно использовать с собой складывать, умножить на число, отвечать или эго-то пространство. Есть нечетные функции, то же самое складывать, умножить на число и так далее. А любая получается единственным образом в виде суммы четных и нечетных. Субтитры создавал DimaTorzok